граждане мои я вас всех приветствую с вами снова римас мы продолжаем прохождение сетей skyline мы уже построили прям вот такой у вас прям огромный город и конечно же наша задача расширить свои владения ну в общем мы сможем их расширить только после того как мы до обретем столицу до скоро у нас будет столица в общем давайте посмотрим чего начнем сегодня нашу серию по всей видимости есть средняя потребность жилых районов сети skyline ребята сети skyline продолжается кстати здесь у нас какие-то проблемки в плане водоснабжения ну-ка давайте быстренько построим все это дело исправим потому что людям не нравится когда нет водоснабжения и не хватает рабочих то есть рабочих мест полно а вот жителей нет короче черно рабочие нам нужны жесткие прямо ну 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 давай вот здесь вот так вот построим вот так вот чиполь чиполь прекрасно вот мне нравится найти в этой игре ребят напишите в комментариях гибкость вот вот прямо она гибкая да там где-то какие-то разрушается местности я имею ввиду здание при строительстве дорог но болель это обалденная игра это лучше градостроительный симулятор вообще всех времен что-то что-то короче здесь какая-то порнография получилось мне ладно хрен с ней погнали вот так вот сделаем сейчас папа проведем водичку по-быстрому оп-хоп-хоп я уже знаете уже очень много денег у меня в игре конечно же да и как-то ты вот не знаю трубы строчках попала уже под конец уже как-то все равно чё как там будет строиться ну-ка чё у нас там с уровень здоровья 81 процент в принципе хорошие так кладбище у нас в принципе также пойдет давайте здесь одну кладбище построим войти как прям все обрадовались здесь баню построим еще и чем такое знаете скивер что ли чем-то интересно построим так да это уже здание существует да ладно прохладно фестивальная площадка ну чё давайте тогда этот фестивальку сюда построим прямо вот вот здесь вот о отчет какая-то новая песня музыка что ли играет вы это слышите да ребят это просто невероятно так ну в общем поехали прям возле фестивальной площадки будем строить сначала вот такие вот здания потому что это фестивальная площадка она издает шумы дальше уже будем строить жилые дома ну здесь тоже строить стоит вернее перестроить спасибо ребята кстати за ваши отписки и дизлайки обязательно ребята поставьте дизлайки отпишитесь от канала если вам нравится данное видео прохождение вернее подписки и лайки обязательно ребята поставьте то есть вы не забывайте про это дело это очень очень важно для нашего канала отписки дизлайки все дела все тому подобное так ну чё возобновляем игру ускоряем время ставим скорость на троечку и смотрим наблюдаем как наш город пылает огневая вернее развивается как мой коттедж строя как город строится вернее так в общем здесь все нормально осталось сделать общественный транспорт который ну прям очень важный в этой игре в душа без общественного транспорта ваши люди начинают ну как бы страдать страдать ребята не вот так вот сделаем не не обалдет на музыке я впервые слышу в сети skyline это по всей видимости от какой-то опять игры парадокс парадоксов да где сидишь ты вот я не знаю вот игры от парадоксов взять европа универсалис 4 взять стеларис взять еще какие-нибудь игры например как crusader kings болен ты вроде сядешь такая посижу на часик хрен то там смотришь уже рассвет да ну нафиг как это так произошло вот так вот ребята вот так вот все и происходит что же поставим с вами автобус метро что у нас мне кажется слишком слишком много метро прошлой серии кто-то говорил что писал что о ремостер у тебя много метро и у тебя большие расходы на метро да ладно ребят какие расходы нормально все самое главное что бюджет как говорится был в обороте чтобы строится выкат чтобы строить метро всякие так далее то есть надо же выделять бюджет деньги бюджета правильно вот так что тут у нас а кстати по поту мусора что у нас там по мусора состояние переработки мусора прекрасно мы кстати нигде не сжигаем мусор здесь у нас очищается река вот здесь вот где-то да прекрасно здесь вот видите две этих шняги стоит плавающий мусоросборник плавающий вот как-то так правильно назвать электроэнергия прекрасно у нас электроэнергия работает в общем ночью ну вот как-то так так ну вот здесь вот у нас центр города надо его как-то перестроить чтобы все вот эти вот маленькие здания пропали вместо них взамен пришли вот такие огромные большие небоскребы вот короче мы их сюда шоссе поставим удаляем все да мы сейчас пойдем в минус поэтому кардинально сразу радикально делать нельзя вот вот этот кусок сделали все ждем пока что другие какие-то там компании которую строит разные квартиры ради у нас запищал вы это слышите ребята у нас радио запищал кстати здесь у нас какие-то пожары происходят парк для в угол а собак чем в чем еще можно построить тропический сад один тропический сад 2 тропический сад мне нравится тропический сад и игровой площадке всякие там карусели марусели в общем как в нашей реальной жизни здесь вот какая-то пустая площадь находится сейчас мы мат смотрите ребят мы же с вами по настроим херово туча всяких зданий и я вам покажу на что эта игра способна просто знаете просто обалдеть и просто сейчас посмотрю чипуль 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 отлично вот здесь вот тоже и вот здесь вот ну что ж водопровод надо про проверить проверить обзору да ладно у нас есть косячок небольшой ребята вот здесь вот нам надо вот так вот сделать об чипуль чипуль все нормально так что у нас там не хватает простых коммерческих зданий да давайте здесь от коммерческое здание сделаем здесь у нас будет деловые зоны находиться здесь в углах да также мы должны поставить чем такое знаете интересное остров рыболовов нет не надо не надо а может быть такой чем всякую шнягу вот так вот поставим а чтобы у нас туризм развивался в игре есть такой понять как туризм ребята это тоже очень важный аспект так нам нам бы магазины какие-то маленькие суда вот сюда вот магазин и поставим все прекрасно теперь смотрим что у нас там по метро то есть подземный город у нас невероятный такой знаете круговое обращи обращение правильно как назвать короче круговое движение вот такое у нас находится которая предотвращает всякие пробки шмотки заторы и прочие сладости огромных городов до метро у нас работает прекрасно вот здесь вот мы могли бы еще как он станцию метро поставить вот вот здесь вот досмотрите вот так вот и пуль как вам такая идея вот так вот сделаем и проведем как он ну не знаю здесь вот тоже стоит станцию метро поставить да так а зачем нам проводить новую линию давайте удалим мы просто добавим белую линию вася 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 подожди ну-ка останавливаем игру вот сюда вот хопа все метро будет заезжать суды забирать этих и продолжать свой путь конечно да обалденно и кстати вот вот эту желтую верни оранжевую линию тоже стоит поспорту кто хоть каким выделить и не знаю как и выделить вот она вот она хопа все два метро здесь будет проезжать и прямо их забирать то есть не надо новые эти линии строит потому что новые линии добавлять новые локомотивы я имею в метро да и конечно же могут быть потенциальные пробки так ну чё у нас здесь рублевка нам надо ее перестроить ноги просили чтобы римас перестроен уплевку люблевку люблевку сейчас будет перестраивать рублевка в центре города как-то не алё мне кажется нужно переименовать его какой он знаете так вот этот район будет у нас центр вообще нормально так подожди центр вот так вот да также это улицу надо как-то переименовать до константин эдвардович а подожди чтоб это улица нашего подписчика не не надо вот проспект например проспект отката приводка вот так вот проспект отката здесь у нас а вот так я не знаю это уже будет подписчик например как назвать то улица корру коррупции правильно коррупция написал или не правильно так вот он улица коррупции проспект отката коттедж римаса где-то здесь будет на хай вернее улицами на гагарина надо бы кстати бы еще написать это мой любимый герой моего детства и вообще всей жизни ребята вот поэтому нужно тоже помимо всех коррумпированных названия нужно еще и не забывать про реальных героев всего человечества как вам такая идея ребята кто запишем за гагарина мне кажется улицу гагарина надо знать такую огромную как у прям ваше ваше было все нормально все прям выделялась прям по бульвар гагарина либо улица либо проспект гагарина обалденно обалденно так дома нам еще не требуется смотреть какие у нас пробочки просто ну как пробки такие так себе нормально вот здесь вот большие пробки знаете почему потому что у нас проблема в том что у нас только одна шоссейная дорога которая соединяет с внешним миром то есть как мы как только мы обретем столицу мы должны купить землю где-то здесь либо в этой области чтобы сделать вторую шоссейную дорогу чтобы как-то разгрузить наши города ну и в общем у меня понимаете наверно вот купим новую землю там построим новый кот и новую шоссейную дорогу и все такое так здесь у нас какая-то ресурсная почва я не знаю что это за ресурсы ну да ладно здесь у нас нефтянка правда здесь у нас нефть уже заканчивается нефти ребята у нас здесь заканчивается поэтому придется потом возможно кстати почему мы не мы не можем сделать бесконечные ресурсы графика игровой процесс где-то здесь была галочка автоматически включи смену дня и ночи давайте включим то что-то забыл про это дело опять я еду отключает и включаю так дальние значки скрывать дальние значки оповещения не надо исклю скрывать под цельсии я бесконечный ресурс мне кажется надо было нажимать либо в главном меню выходить надо либо в самом начале когда мы катку начинаем игру тогда там надо было это дело реализовывать ну да ладно слушайте вот здесь вот у нас как-то непонятно происходит то есть многие машины ездят как-то объезжают нам надо какую-то небольшую развязочку сделать чтобы предотвратить вот эти вот объездные дороги хотя зачем нам для этой промышленной дороги ехать хотя мне может быть даже есть люди которые ездят на свою работу непосредственно своим автомобилем они общественным транспортом до добираются и нам следует построить какую-то интересную дорогу о может что-то там такое да это песня называется музыка вернее ну чё давайте вот так вот шоссе шоссейную дорогу построим это как называется шоссейная до шоссе с двухсторонним движением вот так вот все соединили сейчас посмотрим шлагбаум открылся закрылся я надеюсь пробок не будет если нашла бану макбану будет самая лучшая промышленность это лесная промышленность о смотри сколько фур поехала ребята смотри сколько фур ребят поехала древесина туда и по всей видимости древесину тоже будут завозить либо его будет отвозить в железную дорогу вот он наш тупичок который приезжает тепловоз электровоз забирает все это дело у аня как они а вот здесь вот они будут разъезжаться опа пошла мы блин я обожаю наблюдать за этими процессами которые ну просто завораживает технология ребята малина здесь правда экология ну прям прям жестко экологически самый корон экологический город дорогие друзья вот так вот будет выглядеть все так если чувак умер и его никто не хочет хоронить что это такое дела то да ребята в игре люди умирают люди рождаются каждый человек заниматься своими делами укажу человек и свой дом место где он работает и все такое то с ним не просто так в игре появился чуваки все нет в каждом доме семья в семье кто-то мучиться кто-то кирибулкой кто-то балду гоняет в общем вы меня понимаете сделаем сделаем кладбище еще одно мне кажется не хватает кладбищ используем кладбищ 50 процентов нам следует знать еще какой-то кладбище с построить я знаю что крематор еще можно строить ну не все крема я например крематор и не признаю ну когда я же тоже умру да я пожелал бы что меня похоронили они сожгли вот ну это мое личное мнение так ну здесь вот у нас кладбище езда еще одно ну давайте два кладбища заказать и большое огромное кладбище построить ребятю ли так и крематор еще одну имейте ввиду что за каждое здание административный ну как кладбище крематоре прокуратуры полиции и прочее прочее за них надо платить содержание естественно мы у нас идет экономика как вообще здесь работает ребята здесь у нас есть бюджеты которые был повышаем и уменьшаем да те или иные бюджеты да чтобы там ну лучше построить и бюджет сделать 50 процентов но я имею ввиду 100 процентов бюджет они там сто пятьдесят процентов то есть в принципе тоже можно это сделать но будете часто играть будет больше расходов чем доходов и и тому подобное и налоги то есть у нас налоги из таких жилых зон низкоплотности высокой плотности коммерческие зоны это магазины всякие торговые центры вот низкой плотности и высокоплотность тоже коммерция коммерческие там магазины всякие и тому подобное но и на этом от промышленной зоны которые мы например добываем перерабатываем пластини вами это создаем какие-то пластические всякие шняги есть аграрная промышленности есть нефтепромышленность до нефтяная промышленность и прочие-прочие полезные ископаемые и тому подобное вот это промышленность, ну и конечно коммерческие, деловые зоны, банки, шманки и вот эти вот чуваки, которые грабят нас всю жизнь, ну я имею в виду там коллекторы всякие и тому подобное в общем все в этой игре уже давно существует так, центр переработки отходов, нам не надо больше перерабатывать отходы, это очень хорошо, слушайте, нам надо какую-то еще железную дорогу вставить прям вот прям вставить хоп-хоп-хоп-хоп, тихо у нас проблемка, у нас горячая вода, ну вы же в ванну ходите да, правильно, вы же не любите мыться всегда холодно надо же, надо горячей водой помыться, да, чтобы яйки не звенели, поэтому наша задача, нужно еще какую-то отопительную станцию поставить, мы ее сейчас поставим где-то, знаете, в неприметном месте, кстати где у нас, а вот здесь у нас есть уже этот станция электростанция чипуль, сейчас гидро, геотермальная отопительная станция называется прекрасно о, о, она катку затащила она катку, ребята, затащила все, пошла горячая вода обалденно, вот здесь вот рабочих не хватает, поэтому очень много людей сваливает с этого гребаного города эко-сити называется, самый крутой эко-сити, где очень много промышленности нормальное название сейчас мы здесь еще поставим город новый новый город, господа так ну, я думаю, тоненькую дорогу так вот сделаем чипуль отлично чипуль чипуль проспект коррупции улица отката ёпта бульвар отката блин, вот это название блин, вот так вот знаете, вот в СНГ, в России, да вообще во всем в СНГ, где процветает коррупция в основном, да ну, в принципе, она везде процветает во всем мире там просто процентное соотношение и тому подобное ну, так или иначе мне кажется, лучше такие улицы ставить чтобы люди как бы знали своих героев, ребята например, проспект коррупции такой-то, такой-то чувак, да там, Иван Иванов, да который когда-то работал мэром херанул там пару лярдов и чтобы он помнил чтобы все знали что такой-то, такой-то чувак когда-то там своровал и очень много правда блин если мы так все будем называть улицы так улиц ёптать не хватит кто со мной согласен лайк ставьте обязательно или просто напишите я согласен ну, реально, улиц просто не хватит дорог столько километров не хватит прозвать всех этих коррумпированных чуваков короче в честь этих чуваков, да так, ну, что у нас тут сделаем так магазинчики чипуль, чипуль, чипуль такие магазинчики у нас и вот здесь вот по бокам тоже ну, ладно давай вот так вот сделаем сейчас вот чипуль, чипуль подожди вот здесь вот тоже по центру будет стоять так, останавливаем игру нам надо еще какие-то парки оздоровительные всякие интересные места вот здесь вот парк для выгула собак если я не ошибаюсь да, это есть так, ботанический сад еще построим здесь все прекрасно ребята ну и че-нибудь король сель, марусель отлично че у нас тут японский сад не хочет ну, давай здесь вот построим еще японский сад так, водоснабжение работает электроэнергия сейчас у нас прям у вас на глазах будет проводиться и не забываем про про-про-про-про-про метро нам бы метро сюда провести у нас уже есть одна линия ветка метро вот здесь даже их две штуки имеет смысл на третью поставить это метро, да? да, это метро это метро это я что-то обознался не узнал тебя метро дружище я тебя не узнал я знаю что очень много метро ничего страшного не переживайте так, подожди а че я закрыл-то? стоп вот вот сюда еще переместим все у нас здесь остановка и здесь у нас остановка да, вот здесь вот есть остановка и там кстати, я там вроде бы тоже перенес обстановку и по всей видимости она там блин, обожаю эту музыку вот эта музыка вау 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 это походу Crusaders Kings да? музыка обалденно тоже так, че у нас там с метро сейчас посмотрим сейчас посмотрим правильно все сделал в принципе правильно все сделал так, ладно метро мы с вами разобрались мне кажется стоит новую остановку сделать Чипуль Чипуль не-не-не-не-не бро-бро-бро-бро-бро не шали Чипуль Чипуль отлично вот как-то так мод поставит который автоматически перекрашивает все это дело вот так вот все ну че столица столица давай давай столица моя столица тысяча ребят почти тысяча с чем-то там тысяча пятьдесят жителей осталось набрать и все и будет чики-поки просто двести-триста жителей в месяц у нас приходят сейчас мы сразу сделаем столицу и купим новую землю которая будет находиться где-то здесь справа от нас чтобы сделать вторую развязочку а то у нас что-то прям жестко прям с этими развязками происходит тысяча тысяча давай о пятьсот пятьсот давай братола 32 тысячи у нас общая сложность общая короче количество будет наших жителей что-то у нас тут походу какие-то пробочки начинаются мне кажется пора расширять эти дороги в две полосы в одну сторону две полосы в другую сторону яй 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 ладно давай сейчас расширим хотя бы вот до этого места чипуль чипуль отлично и вот здесь вот тоже ну вот как-то так а подожди мы это обесточили да все нет 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 не переживайте не переживайте опять целый район обесточили ребята о наконец-то поздравляем вы достигли численность населения 32 тысячи короче жлоба в общем короче наша задача купить землю землю ребят будем покупать здесь непосредственно либо здесь либо здесь с этого края проводить еще одну дорогу либо с этого края давайте лучше здесь будем не будем рисковать купим потому что я боюсь что не хватит определенного количества и в общем будет потом проблемой смотрите и так очень много машин которые заезжают в наш город непосредственно через одну ветку сейчас надо было вторую ветку мне кажется пустить мостом либо тоннелем чтобы они доезжали вот именно в эту часть города здесь мне кажется больше жителей нежели чем в центре хотя вы возможно со мной поспорите так кстати пожарная безопасность я же забыл про пожарную безопасность давайте большую пожарную шнягу поставим вот здесь вот маленькую поставим отлично так где-то у нас здесь красненьким цветом тоже работает вот здесь тоже поставим и вот здесь да у нас источник пожаров 31% это очень большое число да и нужно все это дело исправлять ну ускоряем время ускоряем 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 мастер римас ай ватч юр факен ченнел мастер римас так здесь у нас кладбище в общем вот так вот друзья мои это было очередное видео игры под названием сити скайлайн с вами ларимас подписывайтесь на канал ставьте дизлайки всем удачи до скорых встреч ух